Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Сегодня у меня на кухне новый человек, который приехал в Омаху, Виктор. Приехал он из Линограда по своему последнему месту работы, это основная профессия, но последнее место работы это российско-силиконовая долина, инженер-электронщик. Приехал он в Омаху месяц назад приблизительно, но и уже пора. Я обычно имею такую традицию дать людям месяц обжиться, посмотреть что и как, а потом уже мучить вопросами по поводу того, насколько им нравится, не нравится Америка, насколько она соответствует их ожиданиям, когда они находились в России, насколько там что-то поменялось, скажем так. Ну и просто интересно моим зрителям канала, когда люди о себе рассказывают о своих мотивациях, мыслях, почему они решились. Тем более, что в данном случае это уникальный случай. Второй, наверное, первый, наверное, это вот Дмитрий инвалид, а тут второй случай, когда человек, тебе сколько, 54, да, получаете? 55, представляете, 55 лет человек не побоялся оторвать задницу от дивана и приехать в Америку писать жизнь с нуля, скажем так, с чистого листа. Слово господину Виктору. Ну, рассказывайте, как вы дошли до такой жизни? Ну, в принципе, очень просто. Я в этой стране жил, которая называется Россия и Советский Союз с детства. Жил в разных местах, не в столице родины. То есть я родился в городе Волгограде, в отдаленном районе рабочей крестьянской участок, скажем, около завода. Родители были обычные работяги. Закончил школу, пошел в армию служить. Служил по всей стране. Ну, с обычной рабочей крестьянской семьи стал офицером, отслужил, дослужил сюда майору, ушел на пенсию и по случаю получил квартиру в Подмосковье, ну, рядом с Зеленоградом практически, когда уволился. Нашел работу гражданскую, не сразу, долго искал. Перебрал кучу профессий. Начинает разнорабочую, заканчивая инженером электроником. Ну, эту всю жизнь смотрел, увидел ее совершенно с другого уровня. Не было у меня никаких больших знакомств, не было никаких мне возможностей с самого начала стартовых. То есть я не родился с сереброй ложкой в руках, или там, в зубах. Не родился я в рубашке, обычный работяга. Все, что я достигал, достигал своими собственными. Руками, руками, собственными мозгами. Приходилось выживать, учиться, постоянно учиться чему-то новому, чтобы можно было себя показать с лучшей стороны, чем, допустим, те же самые работяги, те же самые специалисты, которые приходили на новое место работы, начинал с ними конкурировать. Ну, в России я более-менее успешно это прошел. И, судя по всему, я давно планировал свалить с этой родины большой, потому что этот порядок, который я видел в Советском Союзе еще начинался, коррупционную составляющую я видал всегда, ее видел. Приходилось участвовать, кому-то там отнести взятку, кому-то там отдать коробку конфет, это тоже взятка. Это коррупция, обычная коррупция. Бутовая, скажем так. Бутовая, да. Которая проела всю структуру общества. И народ с этим же играет и говорит, ну как же она? А как же без этого? И подмашь, и не поедешь? А без этого никак. Без этого ничего невозможно решить. И видел я коррупцию в лейтенантах, и видел я коррупцию, страшную коррупцию в Афганистане, когда вместо трупов вывозили в страну ковры под видом груза 200. Или камни драгоценные. Ну тот же самый паншер сколько раз его брали. Чтобы камень заработать, думайте, что надо было какая-то политическая идея. В паншере шла добыча цветных камней, драгоценных. Да, да, да. Десять раз брали, восемь раз смогли взять, и камни вывозили большие начальники. А как это вывозилось? Совершенно другая история. Слушай, ну я всё новое-новое узнаю прямо. Ну что ты. Коррупция в Афгане была страшная коррупция. И хочешь, не хочешь, тебе просто заставляли участвовать в её воспроизводстве. Слушай, ну это вообще отдельная тема для отдельного интервью. Это очень интересная тема. Очень интересная. Ну, может быть, это неприятно, потому что для тебя это не самая лучшая страница жизни, тогда, когда это было всё в прошлом. Но, тем не менее, для зрителей, может быть, это было бы кому-то интересно. Ну да. Ну, почитаем, опять же, комментарии под этим самым, под видео. Если это интересно, может быть, потом ещё интервью снять, опять же. Если ты сам это захочешь, если посчитаешь нужным. В любом случае, я беру это интервью, чтобы люди сами смотрели, что пишут зрители по этому поводу. Не, ну вот именно, что края съездил в Афган, и он там послужил, якобы удачно обошлось. В моей роте никто не гиб. Я сам, как бы, ничего серьёзного, никаких таких серьёзных ранений не получил. Ну, там, царапин на ноге, может быть, какое-нибудь. Неважно. Всё это прошло всё удачно. Ну, дело в том, что это было всё на нервах, и я спал не больше, чем четыре часа в сутки. Личный состав знал, что я злобный командир, требовательный. Но ко мне просили с других рот и проговорили, что у вас в роте люди не гибнут, а у нас гибнут. Ну, как это может к вам перебраться? И потом уже, когда я увидал там же, опять же, видел всё это, как люди работают, те же самые дыкани работают с утра до вечера, как их грабят душманы, и как к ним относится та же самая полиция, корруппированная, или та же армия, корруппированная, амганская, она от нашей армии мало чем отличалась. То есть, и наша коррупция была, ну, может, не такая явная, а у них это было просто явно. То есть, у них заходил начальник его подчинённый, он должен был зайти по чайникам и с какой-то взяткой. Иначе начальник просто не понимал. Потом я уже в советское время это видел в среднее, там, где я служил очень долгое время. И у меня просто-напросто постоянно укреплялось, укреплялось понятие, что в стране творится бардак, а преодолеть этот бардак, ну, как-то не очень получалось у меня лично. Я старался не вмешиваться, не участвовать в коррупции, но из-за этого зато не получал никакого продвижения. Ну, с другой стороны, ты из себя себя не можешь упрекнуть, что в чём-то я испачкался, держался от этого всего подальше. По крайней мере, мои руки чисты. Согласен, это хорошая позиция, на самом деле. Это уважаю такую позицию. Очень мало людей, которые способны стоять перед искушением, чтобы не принять участие. Это очень серьёзный искусство, на самом деле. Очень серьёзный искусство. Это уважительно. Скажи, ну, допустим, вот ты демобилизовался и ушёл как бы на гражданскую работу. Я так знаю, что ты имеешь достаточно хорошую квалификацию как инженер по промышленной электронике, да? Ну, да, да, да. Ну, я работал, не, ну, как бы я ушёл сразу. Работа же, денег не было вообще после, я ушёл как из армии. Но в 90-х годах там ничествовали. Политика нашей Родины привела к тому, что армия сама разбегалась. Все, кто хоть более-менее рукастые ребята уходили куда угодно, начиная торговать, не знаю, там, женским бельём или заканчивая тем, что они умели где-то автосервисом заняться. Все уходили с армии, убегали. А в армии оставалось всё более крепко и крепко настроен тупой контингент, которые кроме армии и коррупцию... Ничего не умеют делать вообще. Начальники жили за счёт того, что проверяли отдалённые гарнизоны, а гарнизоны жили за то, что они отдавали начальству рыбу на Крайнем Севере, допустим, Красной или там на Дальнем Востоке. Ну, такие вещи привозили начальству, а начальство им какие-то аккумуляторы позволяло списать с автомобилей и можно было продать же их тут же. И с топлива, наверное, какое-то. Ну да, понемножку где-то переворовать, правильно, правильно, пересчитать дистоплива или керосина и тоже можно было тихонечко продать. Ну, я просто знаю, как это всё считается. Как бы видел это на моих глазах и видел это творится потихонечку. Большие начальники использовали личный состав для стройки собственных коттеджей. Был, я помню, один полковник, который вместе с подчинённым личный состав, у меня несколько солдат, ну, матросы. 6 человек, которые у него ежедневно работали на его коттедже. И он на службу практически не ходил, потому что у него родственники работали в управлении морфлот. Прикрывали ему задницу. Ну, у него работали замы, он приезжал здесь. А он делал мультацию бурной деятельности. А он занимался своим коттеджей. И по принципу такой, если я сам не построю, то мне никто не даст. Ну, да, такая политика тоже есть. Хорошо, вернёмся к нашим баранам. Как ты вот решился сорваться с места? Казалось бы, у тебя же вроде быт был налажен, и квартира, и работа даже была. Нельзя сказать, что самая уж плохая, нормальная была, наверное, работа. Почему ты вот так решил резко поменять свою жизнь и вот поехать в неизвестность? Что бы послужил поводом? Ну, бардак мне как бы давно не нравился в этой стране. Когда я жену похоронил, она болела. Было тяжело первое время, я занялся ремонтом квартиры. Там просто-просто ударился в ремонт квартиры. Ну, это чисто такой, спрятаться от этих трудностей. Ну, когда прошёл ремонт квартиры, когда я уже более-менее восприял духом, сделал полквартиры, отремонтировал, продолжал работать. Работал я уже хорошо, работал инженером электроников. Бритиш и Американ Табака была такая в Москве компания. Хорошая компания, богатая компания. А что самое поразительное, она была иностранной компанией. Мне платили достойную зарплату. Спрашивали. Алкоголиков у нас не было. Выгоняли мгновенно, если попадёшь на пьянки. Не было там наркоматов. Выгоняли мгновенно. Спрашивали за работу. Спрашивали за качество выполненных работ. С тебя требовали, но и платили очень хорошо. Я получал достаточно хорошо. Потом, правда, эту компанию закрыли. Я нашёл другое место. Ну, тоже неплохая зарплата. Дети у меня выросли вот к этому моменту фактически. Я уже жил на собственную зарплату. Мне точно хватало. Плюс пенсия. Ну, бардак в стране меня расстраивал, раздражал. Когда начались эти взаимодействия с Украиной. Когда началось это такое течение, что Украину захватили жидобандеровцы. Это вот наша родня, которая фактически была всегда наши братья на Украине. А здесь жидобандеровцы захватили. И начал народ расслабиться по всей стране. Меня это взбесило. Я уже просто думал, что я могу сделать. Я понимал, что совершенно не могу ничего сделать. И здесь как раз нас встретил, нашёл в Ютубе канал Максима. Мой канал. Да. Я посмотрел канал Максима и понял, что можно валить со стороны. Если хочешь, то можно валить. Если руки есть, то можешь валить. Если мозги есть, то можешь валить. Если ты уверен в себе, то можешь валить. Если руки растут, как попало. Ты не задумываешься, как ты будешь зарабатывать на свою будущую жизнь. То, конечно, тебе не надо никуда деваться. Живи там, где ты хорошо. А мне это не устраивало. Я понимал, что я ходил на демонстрации. Несколько раз понял, что демонстрации не очень что-ли меняют. Потому что в нашей стране создали такие условия, когда к людям не прислушаются изначально. А в последнее время за это просто начали сажать фактически. Вышел на демонстрацию два-три раза. Её могут посадить на два-три года. Да, я в первый раз мог посадить. Если читал в интернете, сейчас сажают в первый раз. На раз-два-три он. Мне 55, чтобы посадить на два-три года, мне зачем это надо? И наград твои не помогут, боевые. Ничего не поможет. Возьмут свинчат, боби посадят и до свидания. У меня смысл заработать туберкулез в тюрьме. Ну что, ещё пару раз палкой получишь по почкам, пока ещё будут сажать. Да, ещё палкой по почкам получишь. Почки отвалятся там, одна от одного отвалится. И заменить нечем будет. И лечить не лечит. Это точно. Так я подумал, мне в этой стране делать больше нечего. Я там всё сделал. Как называется, дом построил, деревья посадил. Долг отдал, вроде бы исполнял. Детей вырастил, долг отдал. У меня есть орденная медаль. Кучка лежит дома, осталась там, болтается. Не пойду сюда, через границу. Они мне на фиг особо не нужны. Ну, если ты думал, что по парикошке какие? Серьёзная медаль у человека и ординатор серьёзная. Ну там и ординар есть, и медали. Но они лежат. Не будем афишировать, но серьёзные. Ну, внуком, может кто-то будет баловаться. На стену приклеить. Покажешь внуком когда-нибудь, может быть. Сами найдут. Сами найдут, да. Ну, а почему вот такой выбор, всё-таки, Омаха, а не другое место, более раскрученное? Почему-то я знаю, всё-таки, выбор именно вот на этом месте. Здесь людей немного. Здесь очень просторно, мне понравилось. Действительно, по дорогам свободно ездить. Добраться в любой конец города быстро. Всё понятно. Я думаю, это нормальное место, где мы можем жить. Больших денег я не планирую здесь зарабатывать. Но я точно не программист там супер-пупер. Иначе мне даже не надо было бы каким-то образом самостоятельно добираться. Мне просто-напросто предложили бы ещё дома работать, если бы был бы супер-пупер программист. Сделали бы предложение, от которого не смог бы отказаться. Да. Большинство программистов и делают. Я обычный человек, я обычный человек, обычный инженер. Попробую здесь найти работу и думаю, что здесь я найду работу. Найдёшь, найдёшь. Здесь инженерный состав востребован. Особенно те люди, которые умеют работать и с паяльником, и с паяльными станциями. На стройке занимаются. Соображают и дипкий ум имеют. Главное – дипкий ум. Потому что здесь в основном все работают по инструкциям, по наработанным схемам. Когда человек может варьировать и flexible быть дипким. То есть и соображать на ходу. Это здесь ценится. Определённая работа. Это вообще на любом месте. Ценится, если человек умеет неординарно мыслить. У меня был опыт, когда приходилось ремонтировать техники в полевых условиях. Находить приходилось решение тех, которые не подумали, что этим можно что-то делать. Не просто с помощью лома, но с помощью нескольких ломов. Если правильно их связать. Да. Просто с помощью одного лома могут все. А когда несколько ломов правильно связать – это другая технология. Понимаю. Не обманулся ли ты ожиданиями от Америки? Вот есть уже месяц. И сколько? Полтора уже получается? Полтора. Полтора месяца. Не обманулся ли? Нет, мне нравится. То есть всё, что там показано было в видео, соответствует действительности? На смысле в каком виде? Ну вот то, что блогеры показывают вот такую вот жизнь. С статуарами, с подстриженными газонами, с вот этой вот улыбкой американской. Хавая там. Вся вот эта тема. Все считают, что это наиграно, что на самом деле все блогеры врут, показывая глянцевую картинку. На самом деле тут валяются бомжи под воротнем. Крэш Килдестро и вообще все ужасно плохо и так далее и тому подобное. Нет, конечно, бомжей ты не видал таких, что валялись под воротнем. Ты вообще бомжей еще ни родного не видел в это время. Люди приветливые, так это нормально. Я выхожу, снимаю сейчас себе апартаменты. Второй этаж дома. Да, ну там второй этаж дома. Живу там один. У меня не в каком-то кухне, ванна с туалетом. Машину купил буквально за несколько тысяч. Вчера. Вчера похвастайся. Что ты купил? Расскажи, что ты вчера купил. Камли 2002 года. На аукционе. В отличном состоянии за пару тысяч долларов. Месяц охотились за машиной. Месяц ездили по разным аукционам. Выбирали. То, что нравилось, уходило дорого. То, что не нравилось, уходило дешево. Нельзя было угадать, что и наконец-то вчера купили то, что более-менее. Машина в отличном состоянии. Отличная резина. Прекрасная. Сижу, мне удобно. Места хватает. За две тысячи долларов? Ну-ну. Я сейчас не представляю, что если куплю по курсу. Посчитайте просто курс. Две... Две... Две сто? Две сто. Ты не надо считать только этот курс, который сейчас есть. Не-не-не, не про это. Две сто еще добавь 200 долларов за постановку на регистрацию. Две триста получается по кругу. Две триста по кругу это за всеми налогами. Там один умник какой-то написал под видео, что вы купите машину в Америке, а потом в десять раз заплатите больше, чем за нее налоги. Так вот по кругу получается две сто машины и еще двести баксов. Это прям вот все. Налог с продажи, дорожный налог, выкупка номерных знаков и все. Налог штата. Не больше двухсот долларов. Две триста это машина целиком под ключ. Да. В следующем году ты налогов заплатишь за нее, по-моему, долларов восемьдесят. По налогам. Ну посмотрим. Там немного, короче. Ну... Года два-три можно точно спокойно ездить. Состояние нормально. Можно в отличном состоянии. Ну три года спокойно можно не париться вообще. Исправляю. Движок там прям на месте послушались, а потом еще поездил. Прекрасно. Еще видео с ним. Будет хорошая погода. С ними твоя машина. А там места хватает. Понятно, что это не та Volvo, на которую ты ездил. Но все-таки... Ты про Volvo? Да. Да. Для меня воля просто маленькая. И мне там узкая. А я... Да, чем в комплекции. Да. Ну что еще? Да не знаю. В принципе, я думаю, что мы все рассказали зрителям. Вот. Если что-то хочет себя добавить, про проживание, житье, бытие в Омаху. Вот. Как бы камера может... Да мне просто нравится здесь. Я с Лебином нормально общаюсь. Или вот это опять выхожу из дома, там соседи выходят просто на работу. Забрать газету. Он просто тебе привет рукой махнул. Здорово там. По-английски. Hi. Ну... Нормально. А почему нельзя поздороваться? Почему? Я должен выйти из своего подъезда и увидел своего соседа. Он сказал, слышь, ты козел. А он мне в ответ, ну-ну, и ты козел. А что, это хорошие отношения? А у нас в стране так и сложил. По факту. Если ты заимел машину, значит ты скотина. Значит ты лучше живешь, чем они. А если у тебя хорошая машина, то скотина вдвойне. Я помню, в советское время все думали, а как бы спалить машину соседу. Да ты что? Это какая красота. Традиционно, да. А если ты что-то имел, то можно было... У меня вот недавно был такой дружбан. Работали вместе на производстве. Я говорю, да у меня ордена-то есть. Я говорю, заслуженный чувак, у меня есть ордена. Что он в ответ мне сказал? А я знаю товарища, у которого есть товарищ, у которого друг Геройского Советского Союза. Вот, типа заслуги, слушай, а у тебя-то свои какие заслуги? То есть вот он такую хрень наговорил, лишь бы попытаться мне что-то... В ответ сказал. Поперёк сказал, да. Поперёк. Я говорю, у тебя есть свои заслуги? Нет. Ты знаешь, что ты от меня хочешь? Я к тебе прислушался, твоё мнение. Да нафиг ты мне нужен. Ну да. 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 Издалека. Копнул так копнул. Геройского Советского Союза. Мы его другом. Я знаю друга друга, у которого Герой Советского Союза... Иди провери. С такими мы и общались. И вот из этого я дурдом и уехал. Понятно. С людьми, которые после этого Крыма в нашей стране черт знает что начало твориться. Люди начали грыться друг с другом. На пустом месте причём. Да. Я себе работал, ну как бы были какие-нибудь там вопросы какие-нибудь, находили общий язык, что-то пытались спорить, допустим найти общее понятие, к чему-то прийти, к единым решения. А с этим Крымом я половину людей в бригаде, с кем работал, чуть ли не враги ставил. Ну враги, ну фиг себе. Плевать мне на вас. Но я выживу. Я опять выживу. Сколько раз в этой жизни мне приходилось выживать. Я опять выживу. Я найду себе работу. Я знаю, что я здесь расстроюсь. А вот они пускай теперь выживут там. Ну это уже другой вопрос. Если их это всё устраивает. Вопрос на сколько хватит у них сбережения. Сколько хватит их вот этого мазохизма бороться с бытовыми сложностями. Да они уже сейчас сидели ныли, что у них деньги на что не хватает. Вот у нас такая зоопата, а у тебя пенсии есть. Так идите в армию служить, у вас будет тоже пенсия. Никто не хочет служить. Ну в армию никто не хочет служить. Но зато вот они нотят. С дивана можно очень много защищать. И эскарнеры запускать, и вести танковые клинья. Но с дивана это лучше всё делается. Или там по телекам. Домой посыпем ядерным пеплом всё это Америку. Ну вот один идиот сказал, а остальные ведь верят. Подхватили. А никто же не запрос, что ветер продует по всей планете. Зачем так глубоко думать? Не надо. Все думают, если бы по радио сказали, то врать не буду. Головой не думать надо, в неё кушать надо. Это ОРТ говорит. Хороший совет, между прочим. Хорошо, такой важный вопрос. По поводу моего пакета, есть ли у тебя какие-то претензии? Всё ли у тебя устраивает? Мне всё. Да. Я точно понимал, что я буду иметь. И пакет социальный мне вполне устраивает. Мне это я знал с самого начала, что это будет то, что мне необходимо. Ну, отлично. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что мы ещё не раз и не два соберёмся. Тем более, что год начинается. Пишите. Да, пишите письма, а мы постараемся ответить. Всем, кто сидит и раздумывает, ехать или не ехать, сыграйте в такую игру. Я вам настоятельно рекомендую. Прямо сядьте, пока праздники. Напишите свою заработную плату на листочке. Напишите, что вы умеете в этой жизни делать. То есть, не то, какая у вас сейчас вакансия, а что вы вообще умеете делать. И проиграть ситуацию, как если бы вы остались без работы сейчас, можете ли вы сейчас найти аналогичную или какую-нибудь другую работу на подобный оклад, насколько вы сейчас, если вдруг произойдёт какая-то экстренная ситуация, вы останетесь без работы, вы сможете свою семью прокормить. И я думаю, что для многих это станет откровением, когда они поймут, что они на самом деле стоят и какие у них дальнейшие перспективы в этом году. Я вам хочу сказать, что 2015 год далеко не поганый год был. Это вы поймёте в 2016 году. В 2016 году вы поймёте, как было хорошо в 2015 году. А уж как было замечательно в 2012 году. А как было великолепно в 2008? В 2008 вообще всё было шоколадно. Ладно, не будем вас пугать. Я ещё отдельно сниму видео по поводу своих прогнозов. Тем более год начинается. Я очень люблю в начале года садиться и глубокомысленно говорить всякие умные глупости. Многие глупости, к сожалению, сбываются, как показала практика. Так что хорошего всем дня, удачи, здоровья вам и всем вашим близким. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok